ну что друзья несмотря на то что день рабочий парковка возле магазина костка достаточно таки плотно упакована нашим братом покупателям хотя конечно бывает намного хуже чем вот то что сейчас сейчас ничего да но вот ближе к магазину упаковано вот там тут где мы едем немножко в стороне здесь попроще все-таки друзья помимо рабочего дня 28 декабря это не то же самое что перед крисмасом абсолютно полностью отсутствует вот это убранство новогодняя до свет нет праздника кончились рано или поздно друзья праздники заканчиваются нет ну понятно что в магазине много товаров новая я говорю о том что вот новогодний характер как бы шоппинга абсолютно куда-то подевался магазине пусто ассортимент совершенно изменился по сравнению с новым годом вот появилось огромное количество шикарной водки вот это очень хорошая водка французская водка французская водка 5 долларов дискаунт а нет если ты берешь 2 если ты берешь 2 значит это 43 долларов значит она скидывается на 5 долларов 37.99 пошли можно нужно взять такую водку водку но это как бы хорошая водка очень хорошая водка но она здоровенная бутылка смотри вот ну как я буду смотреться вот с такой бутылкой ну как это совершенно не наш стиль да очень большая но это очень хорошая водка хотя никогда и не пробовала как и любую другую но все говорят что она очень хорошая вы помните друзья что мы здесь не просто так мы какое-то блюдо будем готовить цвет расскажи по нашему по простому по советски это был сыр с маринезом и чесноком но то есть как бы не хитрое не хитрое абсолютно и это блюдо было безумно жирным советское время да его невозможно было проглотить то есть там и она оставалась потому что очень жирно а тут у нас приятели делают из этого же как бы блюдо разновидность его который совершенно не такая тяжелая абсолютно сухонький такой очень приятно так и невероятно даром есть секрет весь секрет чем ну во первых нужно брать именно вот этот вот бэм секрет в сыре тоже до мексикан стал бэм тут шейдер и джек мантерей джек медиум чеддер как это куэста зацепило на межу на межу на межу на разный они уже потёртые уже потёртые да так ну к нему как водится добавляется чеснок так дальше внимательно да нужно взять помидор вот на одну упаковку от этого сыра так надо нужно взять помидор на 1 большой помидор и натереть его на мелкой терке помидор да причем моя знакомая она еще не ненится и вынимает из него косточки я боюсь что до этого не дай уже чересчур вот томатную посту нет нет нужен помидор нужен помидор так значит нужно его натереть чтобы он превратился в такую кашицу без шкурки а потом нужно взять майонез и развести майонез с водой сильно так чтобы была консистенция такой жидкой сметаны так и когда перемешиваю размешанный майонез с помидором и с этим чесноком получается совершенно другой салат то есть он по вкусу такой же но гораздо легче то есть вода с помидором создают к вот эту радость ну вот это все процесс причем я пыталась делать из другого сыра которые я понял друзья вот хозяйки на заметку за даром друзья по 22 доллара за пункт естественно вот такие вот они уже отварены крабовые пришли а так вот а здесь за двенадцать долларов за фунт за эти креветочки да вот такие вот эти вот ракушки прям мешками продают за 282 79 пожалуйста берешь мешок ракушек и делаешь все что хочешь а это вот знаете как цинично по 6 штук упакованы хвосты лобстера вот они так продаются но они видимо на вес потому что там каждый раз написано там примерно такая коробочка 32 33 доллара стоит святая святых друзья магазина холодильник тут температура такая знаете пониженная ой мама дует дует холодным даже не знаю откуда но таки дует холодным кейс тут морковочки порезанные манго тут же порезанные значит господи ананасы про хочется английским словом сказать да чуть чуть такой это у них тут похоже чисто внешне прям как финики я не знаю что это даже не знаю так ну вы знаете эти предметы и их назначение но холодно да друзья холодно это салаты такие салатный такой салатная смесь такой микс холодно холодно порубленный салат набор салатный порубленный азиатский кукурузка неплохо сельдерей по нашему органический я люблю сельдерей погрызть хорошая штука а это вот китайская такая еда очень популярна здесь бог черт называется если я правильно его идентифицировал в суп хорошо так так да о пожалуйста шампиньончики почем шампиньончики органические большие а 499 за миску вот такие красавцы так а это за 579 бэби бэлла видимо это маленькие порта бэлла машин понятно если когда-нибудь друзья вы увидите вот это вот че и че это банка целая но я же показал точно так же g и и значит это топленое масло все это для чего нормальный чок и топленое масло скажи ну дело в том что нам первых не постится да а во вторых она обладает очень низкой температурой наоборот очень высокой температурой закипания да и она не горит на нем хорошо она тоже моно там какой-то сочи слушай извините это что-то явно явно вот оттуда кларифайд батар как оказывается кларифайд мы с вами друзья находимся в магазине который условно можно назвать русским а так вот вообще какой может быть ближневосточный здесь много наших соотечественник и тут вот мед полочка с медом я почему к ней подошел потому что вспомнил что у нас одна из наших зрительниц говоришь вот мы там мед делаем покажите где мед продают ну конечно есть лотки прямо на улице где люди выносит но вот в данном случае мы видим магазин вот пожалуйста 6.50 я не знаю сколько там этого меда у меня без я без очков поэтому вы может быть лучше видите что тут написано вот такой вот мед а вот еще баночка 8 долларов что тут такое на ней да но видите он не засахаренный а вот засахаренный пожалуйста той же фирмы те же восемь долларов но засахаренный а вот мед не обработанный да про хани тоже почти восемь долларов баночка сколько там веса 500 грамм да вот это 500 грамм а вот практически той же фирмы но какой-то другой другого оттенка так это не все вот еще какой-то мед с лимончиком вот еще какой-то датский да вот эти маленькие по 450 вот эти по 9 долларов там такое ощущение что там внутри соты да соты плавают ну чё ж прикольно вот такой оттеки да так и идем дальше Такой мишка-пластик. Ой, еще пошли пачоночки такие. Друзья, чувствуется, что в этом магазине есть любители меда, потому что выдержать такой ассортимент очень сложно малому количеству людей. И вот это все. На этом все закончилось. Вот, друзья, смотрите, тут едет автомобиль, а под ним что-то болтается. Я спрашиваю себя, что это болтается. Вот вы теперь видите, за счет увеличения большого, вы видите, что это маленький такой грузовичок у него там присобачен. Странно, что он снизу. Издалека казалось, что это фотоаппарат. Вот мы говорим, зачем человеку фотоаппарат снизу? Как-то, кажется, неисповедимы пути Господни. Видите, 99 Range Market. Это китайский магазин, большой, крупный магазин. Его появление вышибло из бизнеса громадное количество мелких китайских ловчонок. Потому что они ни по цене, ни по сервису, ни по ассортименту не могли, конечно, с таким мощным гигантом конкурировать. Если вы, друзья, захотите приобрести осетра в Америке, приходите вот в этот магазин. Видите, за 9 долларов. А осетра здесь дешевле многих других видов рыбы. Свет, хотим осетра? Он сейчас не дешевле, когда он был 7,50, вот в ценах. А он дешевле. Сейчас он не дешевле. Свет, поискать, что когда-то он тут же был 7,50. Ну, нет, ну, конечно, вот это сам тилапия, вот тут по 3 доллара. Да, вот мы видим всякие комбала, что ли, похожие на комбану, да, 4. Но есть рыбка, как бы, существенно дороже. Да, ну, а еще раз, это китайский магазин, соответственно, здесь все дешевле. Вот, например, вы видите. То есть, как назвать эту рыбу? Скумбрия, да. Вот скумбрия, 2 доллара скумбрия. Стрит-бас, 5 долларов. Смотрите, как. Это Бэби Салман. Надо же. 4 доллара. Да. А вот, допустим, Сибас за 8 долларов. Ну, действительно, здесь дешево, да. С другой стороны, когда мы смотрим вот уже на филейную такую, да, видите, Сибас, вот, вот, там, 19 долларов. А вот, например, Салман, вот он хороший, красивый, атлантический Салман. Вот у него, это 8 долларов. Так. Это, я не знаю, что за рыба, там, этикетка-то закрытая. Это палкус. Халибат, насколько я понимаю. Это палкус. Палкус 10 стоит. Вот такие они, китайские магазины. За 7 долларов шримпы. Так, с головкой, они с головой, попросите внимания. Да. А вот тут прямо из водички вам вытащен крабок. 8 долларов. А это уже 14. Это лобстер. Это уже серьезный такой предмет. Заживаете лапе, вот там плавают. А там что плавает? Серебристый кард. 8 долларов. Так. А тут вот, пожалуйста, за 2 доллара. башки шалмана. Так. А это, друзья, вы узнаете. Правда? Это кальмары. Кальмары прям такие, ну, настоящие, со всеми причингалами. Вот от этого куска, друзья, отрезали нашего осетра. Там прям кровь идет такая свеженькая все. Покажи, Свет, осетра. Ну, вот так, чтобы видно было сбоку. Вот. И что мы будем делать с этого осетра? Я думаю, что мы закопкинула. Отлично. Вот, друзья, из Вьетнама. Бангутан. Предмет называется Рангутан. Ты когда-нибудь пробовала такое? Нет. А как его едят? Я не знаю. Можно, конечно, спросить и попробовать. Просто попробовать. С другой стороны, может быть, он здесь... Но он лежит в разделе крови. Он может быть, здесь нужнее. Фудхимпродюс. Вот сейчас мы сюда пойдем. Тут. На улице много всякой-всячины. Да? Увидим. Мама родная. Какие папайи? 79 центов папайя. С ума сойти. Апельсинчики. Помидоры. Свет, может, тебе помидоров тут надо было взять? Я помидору. Помидор, наверное, очень нравится. Нам нужен помидор. Один большой и сочный. Один, да. Так. Она его здесь возьмала. Сейчас мы не вводили мешочек. Они тут довольно много лотные. Так, понимаете? Потрескались немножко. Ну, полу-маленько. Отмороженные. Потрескались. Почем помидоры-то? Не знаю. А, это $1.99. $1.99, да. А, так это еще... Это хороший сок. Вот эти груши, друзья, они такие маленькие вроде. Света, что ты про них знаешь? Пахнут, смотри, Савич, что ты про них знаешь. Они пахнут, невероятно. Так. И они очень вкусные. Чемные? Они гипосклассные, так немножко вязащие, чуть-чуть. Угу. Но они очень вкусные, очень сочные. Новый год, друзья, традиционно дело мандариновое. Вот у нас вот такие большие. Они какие-то порчены. Сейчас они порчены. Большие. Потому что есть такие, есть рядышком, но маленькие. Маленькие. С зелеными веточками. То есть тот же бренд. Сейчас я вам покажу. Это апельсинчики маленькие. А вот это мандаринчики. Вот они. Что-то они намного дороже. Вот они маленькие. Можно попробовать с зелеными веточками. Сейчас попробуем. Вот это, друзья, роскошество зеленюшек. Ну и не только зеленюшек. В широком смысле. Так, особенно в перспективе, когда так смотришь. Ну, у тебя про овощные вот эти вот полки. Лучок. Тут еще внизу тоже. Боже. Это от кактуса, друзья. А вот наш фенхель. Посмотри. Что-то без ценников. Без ценников. Почему-то я не вижу ценников. Так что фенхель у нас, друзья, 49 центов за паунд. Я думаю, что там на штучке и есть паунд. Может, она и целый килограмм, мы не знаем. Но, во всяком случае, очень такое зрелище. Благородное. Благородное. Да, вот в Новом году это... Клюква. Клюква. Но она, надо сказать, в отличие от русской, она твердая. Эти ягодки, они как орешки. Они немножко другие. Что-то, но они мороженые? Нет, они семейные. Какие же они? А, окей. Капуска. Плажанчики, перчики. Красиво. Плажанчики, в каких пакетах продается чеснок? Маморозное. 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 Чищенное. Это все видят, Светик. Так. Единственное, что в таких магазинах вы не найдете именно органического. Здесь как бы задача, чтобы подешевле. Да, но хорошо, что он не шабодранный. Вы пендрёшь уже. Без палок. Нет, здесь он не органического, там дальше. Мы таки пришли к органическому прилавку. И меняем неорганический. И Света меняет зелёный лук. Неорганический, на органический. Нет, здесь нельзя его оставлять. Они, конечно, отличаются даже внешне. Те такие большие, почти такие серьёзные, а эти такие более нежные. Да, действительно такой уголок органического. Так, а магазин достаточно большой, вот вы видите, он немаленький. По 99 центов. Вот у нас Гренис Мис, хороший сорт. И фуджи, фуджи, яблочки такие. Галла, вот эти большие, красивые. Большоущие. 69 центов. 49 центов фунт. 39 центов. 33 цента. Чеснок, 4 доллара. Картошки всякие. 79 центов. Так, вот это за 39. Это за 49. Это за 89 центов. А тут, друзья, прям какой-то русский уголок. Посмотрите. Опята. Так. Огурчики. Грибочки. Икра баклажанная. Это что, шпроты такие в стекле? Да, похоже. Килька. Да, друзья, килька. Пожалуйста, огурчики. Подсолнечное масло. Чумак. Пожалуйста. Так, это тут израильского товара есть. Да, тут такой вот русский уголок. А там, друзья, квас. А? Хурму. Ну, такой королев, который вяжет. Который вяжет не хочу. Пойсями, посмотрите. Я посмотрел на... Нет, такую не хочу. Квас монастырский. Пожалуйста. Так. А тут какая-то слива. Что там за слива? Ну, вот, пожалуйста, вкус года. В этом марше. Так что... Вот если у кого ностальгия, может прийти сюда. И поностальгировать. А вот, друзья, кефиры. Так что, 4 доллара, маленькая бутылочка, большая, 8. Так что пейте сейчас. Наверное, у вас он подешевле. А это Lifeway кефир такой, да, тоже. Это популярный в Америке бренд. Вот они разные, ягодные. Вот, тут тоже. Вы видите, как много биржинка. В итоге мы пришли к таким яблочным рядам. Вы смотрите, как много у нас яблок. Мы со Светланой, когда в Мишигане были, в Мичигане, и вот мы там ходили на ферму, где растут яблоки. Там их много, красивые, разные. Но у нас тоже много. Ничего не скажешь. Смотрите, какие красавцы. Так, я пропускаю женщину. Она с тележкой за мной проехала. Вот, смотрите, как. Красиво пахнет, как, знаете, вот когда в таком царстве яблочном вот так идешь, и со всех сторон, и совершенно невероятный запах. Вот это вот яблоко, вот послали сюда, если это оно. Давай. Написано Ханни Скрипт. Где? Ханни Крист. Ханни Крист. Нам сказали, что он уже кончился, и уже не будет. Да, говорили, что уже сезон прошел. Может быть, их подвезли. Но вопрос в том, что Ханни Ли Крист это. Потому что здесь написано какой-то чем. Написать-то, друзья, все можно. На яблочке. Здесь какой-то... Ах, как пахнет. А, нет, Ханни Крист написано. Ну, покажи его. Нет, написано Ханни Крист, мелко-мелко. А когда вы были на пермерском рыночке, да? Да. Нам сказали, что они практически уже закончились. Мы это подвезли, видишь, отсюда. Вашингтон написано. А, из Вашингтона? Да. Это интересно. Вашингтоне, по идее, еще холоднее, чем у нас. Может, они где-то там на складе лежали. Не знаю. Ну, может быть. Но это очень вкусные яблоки. Да, хорошие. Они такие хрустящие, и такие число-хладкие. Полтора бакса. Да, из Вашингтона вот тут написано. Вашингтон. Это не там, где Белый дом, друзья. Это совершенно другое место. Вот они, хлеба Америки. Здесь. Штрудель. Это очень вкусные вот эти. Они еще с сыром там внутри. Изумительные. Так. А с этой стороны Питы. Всякие. Лаваши. Так, они упакованы в пластик. Вот так не так здорово заметно. Тортилы. Всякие. Мексиканские. И вот тут тоже. Вот они. Красавцы. Так что, друзья, без хлеба вы не останетесь. Случись вам оказаться неожиданно в Соединенных Штатах. Хлеб есть. По два с полтиной за Канталупу, друзья. Вот такую дыньку. Смотрите, какая хорошая дынька. Сейчас погрузимся в нее. Ну и напоследок, друзья, к ностальгическому мы добавляем сушки. И вот с этим, так сказать, интересным наблюдением двигаемся домой. Машина моя готова. Сделали ей смок-чек. Мне позвонили из мастерской. Надо забирать автомобиль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!